На конкурсе «Поющий смячок» Маргарита Лёвина стала лауреатом третьей степени. Девочка представила две композиции – «Непрерывное движение Литвинова» и «Вальс Глеера». На подготовку у Маргариты ушло около месяца. Тяжелее всего для меня «Непрерывное движение», потому что мне его тяжелее играть, потому что сама пьеса быстрее, чем «Вальс». «Вальс» он такой более-менее спокойный и гладкий. Звание лауреата второй степени на конкурсе была удостоена ученица восьмого класса детской музыкальной школы имени Балакирева Софья Деркач. Девушка также записала и представила на суджюри два произведения. Заочно участвовать в конкурсах Соне не нравится. Говорит, что лучше выступать на сцене перед зрителями. Для меня легче очно участвовать. Первый раз играешь, не волнуешься, получилось, не получилось, и перезаписывать не надо. И сразу все может получиться. Лауреатом первой степени в своей возрастной категории стала Дарья Синицкая. Девушка занимается музыкой 9 лет. Она пошла по стопам родителей. Ежедневные занятия на скрипке и упорство помогают Дарье достигать отличных результатов. Поскольку все проходило заочно, то выбрали мы, естественно, самую лучшую запись. Поэтому за качество своего выступления я не переживала. И все так сложилось, что получила первое место, чему была рада. Поющий смячок проходит в Нижнем Новгороде более 20 лет и имеет высокий рейтинг. Это один из областных конкурсов, результаты которого приравниваются к результатам всероссийского. В этом году в нем приняло участие более 90 человек. Вот этот конкурс, он всегда собирает практически всех, всех, со всей области людей, половина из Нижнего Новгорода. Поэтому состав достаточно сильный. Нижний же это консерваторский город. И то, что наши дети заняли такое, ну, лауреатские места. У нас все дети заняли лауреатские места. То есть это очень хороший результат в этом году у нас получился. Еще одна воспитанница детской музыкальной школы София Лебедева в возрастной группе 11-13 лет Виолончель стал лауреатом третьей степени.